всем привет если вы когда-либо настраивали рекламу в google и заходили в рекламный кабинет наверняка вы видели что вот здесь вот часто бывает такое поле рекомендаций и там прописаны какие-либо рекомендации от самого гугла что вам стоит добавить изменить убрать удалить в общем как улучшить вашу рекламную кампанию меня зовут алена полюхович и сегодня мы с вами в этом видео разберемся какие же рекомендации от гугла действительно смогут увеличить эффективность вашей кампании какие из этих рекомендаций безопасны ну а какие рекомендации гугла все-таки не стоит просто вслепую принимать и стоит все-таки их проверить и подготовить свою кампанию прежде чем принять данную ту или иную рекомендацию от гугла первый блок рекомендации это рекомендации по ключевым словам и таргетингу здесь нам может предлагаться добавление новых минус-слов удаление неработающих ключевых слов удаление повторяющихся ключевых слов добавление новых ключей добавление ключей в широком или фразовом соответствии расширение охвата таргетинга при помощи поисковых партнеров также добавление динамических объявлений в общем все что призвано сократить нам как бы растраты нашего бюджета и удалить неработающие ключи и оставить в компании только работающие минус-слова работающие ключи первая цель это сократить бесполезные траты и естественно здесь нам предлагается добавить минус-слова это функция призвана только для снижения растрат на рекламу в принципе это достаточно безопасная рекомендация от гугла потому что он предлагает использовать на минус-слова только в том случае если видит что поисковые запросы вообще не релевантны вашей компании он анализирует коэффициент конверсии анализирует время нахождения на сайте а также показатель отказов и в зависимости от этих данных уже делает вывод о том что тот или иной поисковый запрос лучше добавить в минус-слова для того чтобы такие данные у вас были вам необходимо работать с настройкой конверсии с отслеживанием конверсии с google аналитикой где вы включаете опцию для передачи данных в google рекламу следующий блок рекомендаций связан с целью получения большего трафика то есть с целью получения больше кликов ну и соответственно с целью получения больше конверсий здесь вам предложится добавить поисковых партнеров добавить новые ключи в широком или фразовом соответствии или же добавить поисковые объявления или же добавить то есть динамические поисковые объявления или же добавить вообще новые ключевые запросы с данными предложениями не стоит торопиться и автоматически нажимать применить все эти рекомендации google потому что мы прекрасно понимаем что ключи которые нам предлагают google да они где-то потенциально могут приносить нам клики могут приносить нам соответственно потенциально конверсии но здесь мы должны внимательно изучить какие ключи нам google предлагают потому что как мы все прекрасно понимаем не все ключи могут быть для нас релевантными если мы используем ручную стратегию назначения ставок то нам будет достаточно проблематично расширить таргетинг таким способом потому что цена за новые клики для новых ключей может быть значительно выше но если же вы используете автоматическое назначение ставок автоматическую стратегию таким образом система будет сама продумывать самую оптимальную цену за клик для новых ключей система предлагает такие изменения в первую очередь для компании у которых нет ограничения по бюджету а также для базовых ключевых слов с хорошей релевантностью которая измеряется хорошим показателем качества далее google предлагает нам удалить блокирующие минус слова или же удалить неработающие ключевые слова в принципе это достаточно безопасные обновления которые google предлагает нам нести в нашей компании мы можем их принять автоматически ну конечно же лучше перед этим сначала просмотреть какие ключи он хочет удалить и какие блокирующие минус слова он хочет удалить на самом деле google предложит вам удалить только те ключевые слова которые не работали в период больше чем 12 месяцев и у них есть статус мало показов или же низкий показатель качества следующая рекомендация google связана с целью увеличить объем продаж при помощи контекстной медийной сети то есть система будет стараться расширить объем трафика таргетинг но при этом оставаться максимально приближенной к вашей целевой цене за конверсию это хорошая рекомендация которую можно и стоит принять если вы не против демонстрации своей рекламы а особенно если у вас стоит мониторинг а также оповещение и если у вас также еще автоматическое назначение ставок используется таким образом вам вообще не за что переживать следующий блок рекомендации касается объявлений и расширений здесь нам google предлагает добавить адаптивные поисковые объявления или же изменить ротацию объявлений то есть использовать оптимизированную ротацию объявлений и здесь я не рекомендую вам бездумно соглашаться и принимать данную рекомендацию просто как предлагает вам google здесь стоит подойти к этому вопросу более тщательно например добавление адаптивных объявлений в поисковой сети это отличная рекомендация действительно нужно обязательно добавлять адаптивные объявления в поисковой сети однако просто бездумно добавить то что предлагает вам google будет не совсем верным потому что конечно google сделать это на основе существующих текстов и заголовков ваших обычных развернутых текстовых объявлений то есть он не добавит ничего лишнего как бы но от рекламы зависит многое как мы понимаем и здесь дело не только в тех ключах которые вы используете в заголовках а в целом как выглядит привлекательным ваше объявление используете ли вы какие-либо свои утп используете ли вы какой-то не знаю скидку акцию в общем что то что должно привлекать потенциального покупателя нажать на ваше объявление поэтому прежде чем создавать адаптивные объявления в поисковой сети лучше заморочиться посидеть подумать попробовать посоставлять заголовки описание самостоятельно благо там позволяет использовать до 15 заголовков и с правой стороны вы всегда можете смотреть на качество вашего адаптивного объявления среднее низкое высокое и на рекомендации поэтому здесь я все-таки советую вам немножечко заморочиться и сделать это самостоятельно нежели принять автоматически от гугла его изменения ну и конечно же блок рекомендации который касается ставок и бюджета то есть google может вам предложить там максимальное количество кликов использовать или же максимум конверсий или же целевая цена за конверсию или же целевая рентабельность инвестиций в рекламу или же целевой процент полученных показов и конечно здесь нет конкретного конкретной рекомендации по поводу бюджета однако как мы прекрасно понимаем что бюджетом все равно будет затрагивать потому что от выбора стратегии назначения ставок будет конечно же зависеть то как будет расходоваться ваш бюджет конечно же вслепую google не будет заставлять вас менять стратегию назначения ставок ваша компания должна соответствовать некоторым критериям прежде чем google решит предложить вам изменение стратегии назначения ставок то есть google не будет вам рекомендовать переходить от одной автоматической стратегии назначения ставок другой то есть если у вас уже используется какая-либо google вам не предложит перейти на другую то есть от оплаты за действие за конверсию переход к целевой рентабельность инвестиций в рекламу вам предложен не будет нет никакого смысла в том чтобы применять более одной автоматической стратегии назначения ставок и поэтому если ваша компания соответствует необходимым критериям для нескольких стратегий автоматических назначения ставок то google будет вам предлагать их в порядке убываемости конечно с этими всеми рекомендациями автоматическими которые предлагают google мы можем стать чуть-чуть счастливее потому что у нас появится немножечко свободного времени потому что google постарается автоматизировать большинство процессов однако не стоит забывать что все это конечно хорошо однако нужно учитывать именно вашу компанию вашу рекламу и всегда перепроверять даже google поэтому я не рекомендую вам слепо принимать все рекомендации google которые вы видите а все-таки смотреть изучать переходить и думать подходит ли это конкретно в вашем случае для вашего рекламного бюджета и в целом для вашей рекламы ну на этом у меня все если у вас остались какие-то вопросы обязательно задавайте их в комментарии я постараюсь ответить на все из них ну и конечно же вступайте в нашу telegram группу подписывайтесь на наши аудио подкасты подписывайтесь на наш instagram ну и конечно же подписывайтесь на наш youtube канал до новых встреч и хороших вам продаж